Сергей Евгеньевич, почему Владивосток? Скорее всего, так получилось. В принципе, была возможность остаться в Ленинграде, сейчас в Петербурге. Я заканчивал университет, аспирантуру и докторантуру. То есть я там провел довольно много времени. Но когда я закончил университет, я вернулся в Владивосток и тут же устроился с ассистентом ДВПИ на кафедру, когда она еще называлась «Философия научного коммунизма». Это были, конечно, забавные объединения. И начинается вот эта очень важная вещь, у тебя возникают личные связи. Дело в том, что философия – это вообще принципиально важная. Мысль возбуждается диалогом. Это принципиально. Не случайно наши исходные тексты – это диалоги Платона, и я это очень хорошо понимаю. И в этом случае, когда у тебя уже возникает налаженный круг собеседников, и ты не можешь уже от них оторваться. Ну, я не говорю о том числе семейных обстоятельствах. Это принципиально разрешимое, но для меня это важно. Ради чего вы в университете? Ну, это вот, по сути дела, единственное место, где ты можешь реализовать свою любовь к мудрости. Ну, то бишь философию. Только в университете? А где еще? Где вот кроме преподавания это можно сделать? Дело в том, что философия изначально себя обозначила как педагогика. Ну, кто был Сократ? Это был учитель. Кто был Платон? Это были учителя. Все они преподавали свою мудрость именно только лишь в определенном контексте. Единственное, наверное, исключение – это был вот Гераклит темный, ну, который ругался на всех, говорил, что все вы как во сне пребываете, вас бы надо разбудить, а поскольку вы еще не разбудены, с вами разговаривать не о чем, ну, вот. А все остальные, конечно, это для них было принципиально. Важно, что у тебя должна быть аудитория, которую ты можешь учить. А чему вы учитесь студентов университета? Ну, это вот одна из проблем. Здесь надо исходить из изначального. Значит, философия начинается с Дельфийского завета. «Познай самого себя, и ты познаешь Богов и Вселенную». Так он звучит. Это тот самый девиз, который был написан на фронтоне храма. Это семь греческих мудрецов, собравшись, ну, вот они определили эту задачу. И в дальнейшем это вот просто одна из самых главных идей. Конечно, были и другие способы обозначения того, что это философия, но самое главное – это опыт самопознания. Самопознание самого себя и самопознание культуры. Я поэтому отмечаю вот эти два аспекта значения философии для человека и для общества. Говорю, вот для тебя это способ познать, кто ты есть, а для культуры – это мудрость культуры. И тот очень важный момент, у нас же в истории России было время, когда, ну, преподавание философии было отменено в университетах. Вот, бывший тогдашний министр просвещения, он выразился так – «Польза ее не доказана, а вред возможен». Знаете, это знаменитая сраза. И вот я, знаете, думаю, что это сыграло свою роль в подъеме экстремизма. Как мне кажется странным. Потому что вот это реальная вещь. Философия обучает мудрости, она обучает возможность всесторонне посмотреть на ситуацию. Скажите, Сергей Юрьевич, у вас есть кредо, принцип, главное правило во взаимоотношениях со студентом в университете? Оно носит классический характер – это пробудить мысль. Ну, это вот та самая классическая маевтика. А с поведенческой точки зрения вот отношения? С поведенческой, ну, вот сейчас я, наверное, даже детальнее. Внимательное отношение к любому проявлению мысли. В этом смысле мне интересно слушать. Но прямо скажу, что, это многие философы говорили, услышать мысль у другого – это достаточно редкая вещь. Довольно часто, я бы сказал, почти всегда. Это такие, знаете ли, шаблоны. Вот вывести человека из этого шаблонного мышления, и для этого философия всегда обозначалась как парадоксы. Парадокса против мнения. И существует довольно большой набор такого рода кейсов, парадоксов, которые позволяют человеку задуматься. Так, все привычно, да. Вот одна из величайших задач философии – это пробудить все-таки самостоятельное мышление. В общем, пусть оно будет ошибочно. И я даже специально говорю о том, что, значит, не бойтесь ошибок. Это самое интересное, что, вот, для преподавателя. И, кстати сказать, это именно та причина, по которой вот живое общение преподавателя с философией невозможно заменить онлайн. Там ты не можешь обсуждать, почему он ошибся. А еще со времен, когда я работал в техническом университете, там, ну, мои коллеги, инженеры, они говорили, самые лучшие курсы – это курсы ошибок при строительстве чего-то. Вот, например, при строительстве мостов. Вот аналогично здесь такая же ситуация. И поэтому я, что называется, даже так, потирая руки, вот, задаю вопросы и жду, когда ошибятся, чтобы сказать, ага, вот здесь ты не прав. Вот, а надо, ну, и вот это довольно азартная и интересная эта вещь. А так, конечно же, ну, внимательно, но, в общем, это означает, что и вложительное отношение к студенту. Ну, правда, ну, достиг вот этого возраста, я себе позволяю обращаться к студентам на «ты». Вот. Ну, они, как бы, спокойно это воспринимают, но, в общем, это нечто естественное. Вот, и дело в том, что это, вообще говоря, классика. Учитель имеет право. И то, что у нас, ну, видимо, правда, даже в школе обращаться на «вы», а то еще и по имени-отчеству, вообще говоря, это вот то, о чем мы, кстати, говорили. Вот есть коммуникативная среда, есть организационная среда. И вот это один из примеров того, как организация подчиняет коммуникацию. Учитель должен, потому что, говоря молодому человеку, ты, ты как бы с ним сближаешься вот этим шагом. Вот. Ну, правда, с другой стороны, ты, конечно, становишь некую дистанцию, он то на «вы», а опять ему на «ты». Но, тем не менее, это не вредно. И так дальше. Я бы, я бы это ввел, знаете, вне сеть такое правило. И зачислять. Учитель может, в виде особой привилегии, называть студента на то. Сергей Ильич, философскому мышлению можно научить? Можно. Это, правда, ну, наверное, даже у всякого можно пробудить мышление, но для этого ты должен смотреться в человека. Вот одна из проблем, ну, вообще говоря, в чем состоит миссия учителя? Ну, настоящая. В том, чтобы понять, в чем состоит твой талант, и дать возможность ему реализации. В массовой аудитории, когда ты работаешь с большим количеством, это уже невозможно. Вот. Именно поэтому должны быть вот такие вот маленькие группы. Я, ну, уже давно, ну, хотел бы вот. Я считаю, что в нынешние времена лекции надо вообще сводить к минимуму. Существуют книги. Читаете, мы читаем в три раза быстрее. Это же не вина Канта, когда книг не было. Поэтому они были вынуждены все произносить в слов. Сейчас это не нужно. Необходимо. Собственно говоря, все преподаватели это понимают. Лекции даете некий материал, прочитаете, дальше начинаем его обсуждать. Я не знаю дисциплины, которая была бы исключением из этого правила. А у нас идут крены. Вот одна из моих претензий к моим коллегам из других школ, из департаментов, руководителей. Они расширяют объем лекций и сужают объем семинарских занятий. У вас есть ученики, философы? Ну, у меня, если так вот говорить формально, у меня защитилось 4 доктора и 33 аспирантов. Вот. Поэтому... Но я бы не всех считал своими учениками, потому что... Ну, опять-таки, это были не экологически формальные. Огромное число, я думаю, это приблизительно в 2 раза больше, или даже в 3 раза больше те, кто поступали в аспирантуру, а потом бросали. Это дело. Не выдерживали. Это дело. Так что у меня в этом все большой опыт. Да. Вы когда поняли, что вы философ? А вот склонность к спекулятивному мышлению... Ну, это в гегельском положительном смысле, потому что народ обычно считает, что спекулятивное мышление – это что-то отрицательное. На самом деле это умозрение. Склонность к такому умозрительному восприятию действительности – это надо родиться. Вот прямо скажу. Некоторые люди, в большей степени, конечно, им удобнее и приятнее работать с предметами. А философ, он работает с мыслями, с идеями. Я, кстати, всегда говорил, что, коллеги-преподаватели, вы, вообще говоря, ошибаетесь, считая себя предметниками. Вы работаете с идеями. С предметниками – это те, которые на производстве. А ваша задача – транслировать идею. Это совершенно другой склад. Поэтому, ну, как вот с один Гессом, который рассматривал философию как педагогику, как прикладную философию. И это правильно. Любая педагогика. Ну, вот опять-таки, даже аспиранты… Я же уже 30 лет преподаю курс аспирантам. Я так подозреваю, что все кандидаты наук, они так или иначе, они прошли через меня. Потому что я же преподавал этот курс. И в ДВГУ, и в ДВПИ, и еще частично в Техпианском торговом институте. Но сейчас я это все продолжаю. И довольно много было тех, которые… Ну, специальность – педагогика. И вот они как-то так очень сильно технизируют свое понимание педагогического процесса. Мне всегда было приятно им объяснить, что все гораздо серьезнее и глубже. Нежели там вот эта технология проведения уроков лишена победа. Сергей Игоревич, а какие задачи неразрешимы для философии? Дело вот в чем, что сами базовые философские вопросы о смысле жизни, о справедливости, о красоте, о добре и так далее, они обладают свойством неразрешимости. Я употребляю этот термин в математическом смысле. Вот есть функция, которая не… Это не только в том смысле, что каждый человек для себя должен решить, что это такое. Потому что наша позиция в следующем. Мы тем не можем окончательно сказать, что это такое. Ты просто подумай над этим. Ведь проблема людей состоит в том, что они об этом никогда не думают. Стоит только подумать, и ты уже кое-что поймешь. Поэтому, по большому счету, все философские вопросы обладают этим качеством в математическом смысле неразрешимости. Простое имеется в виду, что ты должен сам решить. В каком-то смысле. Но ты должен это решить сам, имея в виду, как об этом думают другие. Это важный момент. Важный момент. А чего вам, как философу, не хватает? Ну вот, вы знаете, в чем состоит, вообще говоря, прелесть? Научная работа вообще, и, наверное, философская особенно, это то, что все же тебе нужно, у тебя с собой. Ну, в том, что тебе не нужно там оборудование, ты можешь думать. Единственное, что, конечно же, вот я повторю, необходимо, это те, с кем ты можешь об этом говорить. Мы живем сейчас в более прагматическое время. В советские времена, вот при всем недостатке, они были более романтичны. Знаете про это? В том смысле, романтизм задается некого рода идеальной целью. Знаете, да? И вот пока верили в возможность построения коммунизма, это придавало огромный смысл честному существованию. Ну, потом этот проект закрылся. Кстати, тогда отношение к философии, марксизм и ленинизм, было другое, чем сейчас. Так, поэтому вот, чего мне не хватает, как философу, ну, опять-таки, я бы с удовольствием расширял круг общения. Вот людей, которые получают удовольствие, думание. Сделаете прогноз про будущее философии? Ну, никуда не денется, потому что, ну, вот если, я повторю, если считать, что философия – это мудрость культуры, то та культура, которая институционально выталкивает философию за сферу высшего образования и школьного, потому что, вообще говоря, философию нормально уже изучать на уровне, там, кейсов школьников и даже очень молодых совсем детей, вот, она себя, сейчас скажу, не то чтобы губит. Мы живем в очень сейчас конкурентной среде вообще в мире, да? Страны конкурируют за темпы развития. Для темпов развития нужны думающие люди, причем именно творчески думающие люди, критически мыслящие люди. Они создают прорывные даже вот технологии. Если мы убираем этот… Не надо всем быть. Но вот когда вот из этого корпуса, допустим, специалистов должно быть, ну, два, три, может быть, пять процентов людей, которые отвечают вот этому… Ну, собственно говоря, есть мировой консенсус. Что мы ждем от выпускника высшего образования, знаете, да? Это креативность, критичность, коммуникативность и кооперативность. Это вот три К, они так и его изучают. Философия отвечает, по крайней мере, вот за критичность, прежде всего. Вот я, глядя на друг, я понимаю, что в других дисциплинах невозможно сформировать в силах предмета критическое мышление. Если имеешь дело с предметом, но вещью, там нет материала для того, чтобы там… А критическое мышление возникает только в рамках столкновения с другой мыслью, знаете. А это вот и есть наш курс. Как по-разному можно думать об одном и том же. И вот тогда у тебя, человек, возникает желание как будто высказаться по этому поводу. Даже ты скажешь, а вот у меня такая точка зрения, ну и замечательно, знаете. Я думаю иначе, чем Кант. Ради бога, знаете. Сергей Ильич, зачем предпринимателям история философии? Именно история философии, то есть тексты, сюжеты из Сократа, из Хайдера, из иных? Вот, а как пробуждается мысль? Первый шаг состоит в том, что вот я тебе это сказал, а ты об этом подумай. Это референд исходного текста, философского текста, это Парменид. Парфюзис, поэма о природе. И вот там несколько повторяется эта формула. И вот я тебе сказал, а ты об этом подумай. А следующим шагом надо сделать, а теперь посмотри, как об этом думали другие. Вот, и вот в этом ключе, вот я бы сказал так, что просто так читать какое-то произведение философское, ну конечно же не вредно. Но желательно пытаться там вот найти то, о чем ты думаешь. Это примерно то же самое, как вот при любой даже, при подготовке инсертации. Нельзя начать чтение литературы. Ты должен сначала сформулировать проблему и сквозь эту проблему уже читать то, что тебе нужно. Ну собирать материал. Равным образом, я за то, чтобы целенаправленно читать. Но вот тут-то, кстати сказать, вот если ты не профессионал, ну наша русская все-таки специализация, это мы должны знать философские учения, ну как бы целиком. И поэтому мы можем посоветовать человека, который не занимается профессиональной философией, вот на что обратить внимание. И в этом смысле, вот как бы коллоквиум по какой-то работе, где преподаватель направляет внимание студента на вещи, которые очень интересны для него. Вот это вот важно. Поэтому историческое всегда это важно. Но я точно знаю, что вот если он начинает просто читать, он ничего не увидит. Ну он может там даже пересказать и все прочее. Но что, вот мой вопрос к нему, что ты вот для себя из этого вынул? Ну а это очень сильно зависит, вообще говоря, от ментальности этого человека, этого характера. У человека есть, ну это выражусь немножко некорректно, акцентуации. Это из, ну не, это не психиатрия, это, ну немножко относится к психофатологии. Все люди, кстати, с некорректными акцентуациями. Вот, и вот когда ты понимаешь, вот, ты можешь найти в древней мудрости кое-что, что подкрепит даже твой позит. Потому что, ну, все равно ты не можешь по всему фронту развиваться. Возьми самое важное для тебя. Вы любите университет? Это, ну, если вот честно сказать, я обязательно дорожу университетом. Вот, я всячески хотел бы ему вот процветание во всех смыслах. Ну и в том, чтобы он занял значимое место и в городе, и в крае, и в стране. Вот, потому что, ну, это вот сопряженная судьба. Вот, но такого вот эмоционального отношения, ну, я как бы себе не обнаружил. То есть, это такое, знаете ли, ментальное понимание важности этого дела, которым он здесь занимается. Он действительно должен стать интеллектуальным центром. Я даже вот не могу сказать масштабом чего. То есть, точно не Владивостока. Вот. А я вот там, где когда докладывал об институализации, вот, и там я немножко упоминал вот о мировом опыте формирования университета как творческого кластера. Важно. Вот, я, ну, я продолжаю интересоваться этой темой и замечаю, что вот это развитие базовых университетов. Ну, первые это были вот Гарвард и британские университеты, а теория это шанхайские. Мне вот, кстати, нынешние аспиранты, они рассказали, он говорит, я жил три года в Шанхае. Он говорит, это нечто. Это действительно университет является притягательным центром для инноваций. Вокруг него все закручено. Как это сделать здесь, знаете? Кстати, вы мне как-то говорили о том, что не очень хорошо, что университет находится на острове. Говорили? Так же придерживаются той же самой точки зрения? Ну, я думаю, мы, скажем, технически проблемы разрешимы. Ну, и может быть так, что если гора не идет в Магомед, то Магомед должен найти... То есть он должен создать вокруг себя этот мастериал. Ну, смотрите, я ведь про что? Про то, что так складывается образ жизни студента в первую очередь здесь, на территории университетского кампуса на острове Русский, что для них весь Владивосток превращается даже не в остров русский, а в территорию кампуса. И другая сторона. Утром ли, днем ли, вечером ли во Владивостоке много меньше молодежи. То есть вот я прям физически ощущаю, да, 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 так как я много хожу по городу, много меньше. И такое мое отношение, которым вы апеллировали, оно у меня означает плохо, да, но решаемо, на мой взгляд. И та, и другая ситуация, чтобы и у них было познание, и интерес выйти за пределы кампуса университетского, и чтобы город был таким, что он впитывает в себя студентов, которые живут на острове, это, конечно, решаемо. Решаемо, да. Это раз. А во-вторых, ну, я бы сделал, конечно, режим более открытым университетом. А что бы вы написали на флаге Дальневосточного федерального университета? Да. Вообще выработка вот таких вот кратких девизов – это чрезвычайно сложная вещь. Она вообще носит революционный характер. По этому поводу так вот сходу не скажешь, но основную идею, вот как ее выразить в девиз – это центр такой интеллектуально-творческой жизни города. Вот эту идею надо вынести туда. Сергей Евгеньевич, какое событие в вашей жизни можно считать событием, определившим вас как личность? Ну вот, наверное, все-таки это образование. То есть оно меня сформировало. Я же поступал в ДВГУ. Историк. Первое образование. Кстати сказать, вот замечу, что вот в старой системе образования, вот если ты получаешь первое предметное, вот это не вредно. Но не с точки зрения вот бакалавариат магистратура. Вот. А потом уже, ну я завершал уже в Ленинграде. И да, вот для интеллектуального становления, конечно, это ничто не заменит. Это вот. Это систематическое образование, которое делает тебя как личность. А кому вы благодарны и за что в жизни? Я всем, конечно, преподавателям благодарен, но вот одна из особенностей, в принципе, я становился самостоятельно. В том смысле, ну, у меня не было как бы буквально в случае вот наставника. В основном я формировался путем чтения. Ну и есть еще такая особенность, вот люди креативные, они как бы, у них есть такая специическая интеллектуальная агрессивность. То есть им, они сами о чем-то думают, и им трудно принять там советы другого. По молодости я точно был такой, то есть я вот так думаю, и что мне советует по этому поводу. Поэтому, ну, в общем смысле да, большое всем спасибо, но индивидуально. Анна Григорьевна Черных, которая вот, она, собственно говоря, меня и послала в Питер, четвертого курса университета. Ну, может быть, вот сыграла роль. У вас есть книга вашей жизни? Которую я читаю? Да, вот которая по жизни, книга, сопровождающая вас. Нет, вот тут вкусы меняются очень сильно. То есть невозможно сохранить верность какой-то интеллектуальной традиции, особенно в нашей области, поскольку ты знаком с философией от антично-завременно до современности. Это твое внимание, оно переходит. Ну, первоначально это был Гегель, потом Кант, а потом Хайдеггер. Вот, ну и на этой позиции, кстати сказать, мои ученики, они, в общем, воспринимают именно вот эту фигуру, как наиболее значимую для современной философии. За что вы переживаете? За что? Да. Ну, прямо скажу, за судьбу страны. Ну, это вот действительно меня эмоционально беспокоит, потому что главная проблема – это наше технологическое отставание инновационное от мира. Тут есть своя логика, вот почему это так происходит. Ну, я бы, например, что делать, я могу даже сказать. Ну, это… Наш университет называется автономное образовательное учреждение. Вот надо сделать так, чтобы было действительно автономное учреждение. И что он мог самостоятельно формировать свою программу действий. Это означает то, что… Ну, вот если говорить технически, тебе должно быть много денег и не спрашивать отчета, куда ты их потратишь. А если я… Я шучу так немножко, но понимаете, да? Да. А что делать в этой стране, с этой страной, тому гражданину, который так вот этот путь переживает за происходящее? Ну, минимальная задача – просто делать свое дело. Минимальная задача. А вот… Ну, расширять круг людей, которые думают так же, как… В принципе, ну, выражать так, вообще для счастья много не надо. Создай вокруг себя свою среду, устраивающую тебя, там, собеседников, друзей и прочее, и нормально. В принципе, ты можешь в этом отношении не зависеть от всего остального. Что за регион такой для вас, Тихоокеанской России? Тихоокеанская Россия, да. Славные времена были. Михаил Васильевич Терски, который возглавлял «Охоокеанский центр стратегических разработок», это еще было при Даркине. Научным руководителем был Виктор Васильевич Горчаков тогда, вот. И это был великолепный, конечно, опыт, формированный программ, программ развития. Они почти ничего не получилось из этого. Ну, то есть, они были написаны, но для философа это время было замечательно, что вот, как об этом можно думать. Тогда мне, в общем, стало понятно, где узкое место реализации вот этих самых программ. А так, по идее, что бы там ни говорить, ну, последний был доклад Виктора Лавренча Ларина. Я с ним согласен. Я с ним давно знаком, много слушал его лекции, и вот он высказался очень нехарактерно для себя, очень определенно формировать идентичность. Вот только при этом условии мы действительно можем занять место, как в стране, так и в ближайшем Зарвежье. То есть, ну, в данном случае вот необходима некого рода форма, форма консолидации, которой вот категорически не хватает. Мы атомизированы и маленькими коллективами, и людьми, и так далее, и тому подобное. Организация решает все. В этом случае я, так сказать, критически отношусь к этой проблеме с отношением организации и коммуникации. Но принцип в следующем, что организация должна способствовать коммуникации, а не наоборот. Вот это вот очень простая формула, а тем не менее она является ключевой. А сейчас организация мешает коммуникации, ну, довольно часто, не всегда. Понимаете? Ну, просто, понимаете? Вот если с этой точки зрения посмотреть на то, что нужно делать, посмотрите на идеальную коммуникацию и подумайте над тем, а какая организация ей нужна. Ну, и все. Сергей Евгеньевич, чему вы в жизни сейчас, в современной, искренне радуетесь? Ну, тут больше надо пожаловаться, чем… Да, ну, все-таки вот я почему считаю, что действительно вот надо давать дорогу молодым. А у них энтузиазма больше. Ты как-то вот все-таки потом уходишь внутрь себя под вещами и лишний раз… Ну, чувствую себя заставлять что-то делать. Ну, такое вот, чисто техническое эти вещи. Я с удовольствием, ну, преподаю. Вот это меня радует. И вот я бы сказал, что, наверное, это и есть. Я вообще от удовольствием, но повторяю, это принципиально зависит от группы, которые иногда бывают просто замечательные. Люди… А он еще молодые люди, вот аспиранты, но они уже хорошие для себя собеседники. Я многому учусь, кстати. Что значит быть свободным? Ну, я здесь должен напомнить, что все изначально формировалось как опыт свободомыслия, что вызывало, конечно, довольно такое настороженное к ней отношение почти во все времена. У меня есть своя, ну, такая вот концепция свободы. Ну, она не изложенная. Я сейчас вот… Я сейчас работаю над таким произведением. Она будет называться «Этико-онтологический трактат». Маленькая работа, очень концентрирована. И там я как раз буду разворачивать понимание свободы не как свободы выбора, а как свободы вынести вовне то, что у тебя есть внутри. Вот в этом свобода. Это примерно то же самое, вот как два смысла понятия свободы. Ну, свобода выбора есть, и второе – вот свободно чем-то владеть. Там нет выбора. Вот если чем-то свободно владеешь, то почти у тебя нет возможности выбирать, потому что там ты подчинен канону. Кстати, ну, вот мало кто понимает, даже мои коллеги, они… Ну, это сложная философская тема. Я тут спорю с традиционным характером обсуждения проблемы свободы. Ну, если говорить по-простому, то свобода – это… Ну, это очень не точно. Самовыражение. Вот то, что я сказал, вынести вовне то существенное, что есть в тебе – это более точно. Вот у каждого человека есть некое представление об идеально должном. Понимаете, да, о чем идет речь? Вот об этом идет речь. Вот если у тебя есть нечто должное, то ты свободен, если это должное, можешь сделать действительным. Вот так это выглядит. Что такое любовь? Мы, философ, по этому поводу печалимся, потому что вот это слово любовь, оно объединяет в себе такие разные смыслы, что вообще-то непонятно, о чем идет речь. В этом смысле еще раз восхитимся древними греками, у которых было шесть слов для обозначения этого слова. Ну, я напомню. Ну, не все. Филия, Агапая, Людос, Эрос, Сторгая, Мания. Я все назвал. Я, вообще говоря, за любовь, дружбу. Причем и между мужчиной и женщиной тоже. Вот, на мой взгляд, одна из проблем, и у молодых людей это часто замечаю, они сваливаются на любовь, как манию. Филия, Людос, это любовь-игра. Вот. А если между, даже пусть юношей и девушкой возникает вот любовь, дружба, поддержка и так дальше, на нее хорошо нанизывается все остальное. Вот так выражусь. А вы мечтаете? Что делать? Мечтаете? Раньше больше. А сейчас мечтаете? Сейчас. Вот. Интересный вопрос. Вот вы задали, я вдруг понял, что не особенно мечтаю. Ну, в том смысле, что у тебя есть определенные планы, которые я должен делать, что-то там написать. В голове крутится масса мыслей, идей, которые ты не можешь реализовать. Ты пишешь там всякие, ну, допустим, вот, докладывает, думаешь про ближайший семинар. И не остается времени для того, чтобы представить что-нибудь идеально должное для себя. А как хотеть неосуществимого? Вы это называете мечтой, наверное? Нет? 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 Это, скорее всего, про должное. Вот. Вроде как все вокруг думают, и ты склоняешься, что это нереально, невозможно. Но в то же время, если ты захочешь, если ты сконцентрируешься, ты в состоянии этого достигнуть. Вот я про то, что от желания многое зависит. Очень много зависит. Вот. Вот про это вопрос, да? Это, конечно... Легче всего сказать, что, а, невозможно. Парадоксальное осуждение, оно стоит в том, что если хочешь, то достигнешь. Проблема людей в том состоит, что они не хотят. Это точно известно. Если не можешь, то это означает, не хочешь. Потому что желание, со всей точки зрения, это психоанализ, это вторжение в некую реальность. Реальность человеческого бытия – это желание с большими буквами. Немножко пересекается с волей к власти, ну, не с шанским, но желание здесь лучше. И в этом смысле, да, вот умение желать, желать – это великое. Одна из вещей, я не знаю, как этому учить. И можно ли учить вообще умение желать. Сергей Евгеньевич, а какие признаки внутренней успешности Вы для себя определяли, например, в 10 лет, в 30, в 50 и сейчас в 70? Ну, вот у меня по жизни все было очень гладко. Ну, в принципе, я в этом отношении точно знаю, что я не карьерист. То есть меня не волнует и не привлекает власть сама по себе. Ну, там, я был там заведующим кафедрой, деканом и прочее. Но это я воспринимал просто как некую обязанность, а не как некую формула успеха. Причем для философа такого рода обременение, оно всегда, так сказать, чревато. Ты отнимаешь время от возможности быть в себе, ну и думать, писать, такого рода вещи. Ну, я бы так сказал, что я считаю, что, в принципе, путь был такой успешный. То есть он, в общем, в достаточной степени соответствует тому, что мне нужно по жизни. Вот я хотел быть философом, я стал философом, я нашел способ реализации своего таланта, так его назову. Ну и все, так что с этим было все нормально. А вспомните ощущения своего детства? Ну, много есть. Они такие чувственные. Ну, например, там, пускать кораблик еще в деревню, да. Конечно, совершенно другое ощущение жизни, чем у взрослого человека. Вот это острое ощущение, так, наверное, выражусь, вот красок бытия. Выражусь, знаете, вот таким, вот так вот сложно, чуть-чуть про печально, знаете, вот все равно жизнь уходит в том смысле, что ты перестаешь остро ощущать краски, звуки, тактильные ощущения, они перестают для тебя быть важными. Это вообще, говорю, дело молодых. Поэтому советую молодым, пока можешь, наслаждайся звуками, красками, вкусами и все прочее. А потом тебе уже становится не очень это важно. Ну, начиная даже от еды, как бы, ну, сто есть, сто есть и заканчивая всем остальным. Вот, поэтому вот такие вот, запах снега, например, да, совсем другой, чем сейчас. Ну, вот эта вот трава, вот когда ты там лежишь на стадионе, а тогда еще были стадионы с реальной травой, вот, и все это пахнет. Да. Сергей Ильич, есть ли то, о чем вы очень сильно сожалеете, оглядываясь? Да. Такое, конечно, есть. Это так. Ну, если допустимо, поделиться? Ну, расскажу вот об одном случае, вот, который вот до сих пор как-то меня... Значит, это еще ДВГУ. Я бегу в коридору, ну, открываю дверь, это еще вот, ну, на Олеутской было. Не, это вот это здание, где потом был правовой факультет. Вот, и налетаю на преподавателя, который нес бумаги какие-то. Вот, а преподавателя, он еще был с палочкой. Он их уронил, вот, и я сбежал. Ну, что-то непрактично. Ну, то есть, ну, как бы извиняться уже было... Ну, я как бы не смог извиниться за это. Ну, понял, что это вообще прям бесполезно в этой ситуации. А свою первую публикацию помните? Ну, первую нет, первую книгу, да. Первую книгу? Книгу, да. Ну, вот, как некоторые говорят, она, ну, наверное, была и лучшей по стилистике. Ну, потом начинается... Это она называлась вот... Человек с об этих жертв дарой бен. Вот это вот. У меня тоже из ваших. Еще один совет, вот, который бы дал, вот, вот надо схватить. Вот, потому что все главное ты придумаешь примерно вот в этом возрасте 24-х лет. Потом ты можешь только развивать то, что у тебя было в это время там. У тебя растет, конечно, опытность, знания, но вот этот вот творческий потенциал и способность это вот выносить наружу то, что есть внутри, все более не восстанавливает. Вот, Наталья, а почему в настоящее время в рейтинге деятельности профессоров, преподавателей столь значимой публикации статьи? Это вот опять-таки бюрократическое институциональное давление на преподавателя. Я бы даже, может быть, внес бы такое моральное правило, преподавателям слишком много не публиковаться. Ну, потому что вот столько ненужных статей. Ну, слава Богу, конечно, ты всегда это можешь обойти, но это отвлекает силы. Вот лучше, что называется, меньше, да лучше. Ну, вот, например, вот нормально, если работать на статью, то это действительно уходит, ну, полгода точно. Ты постоянно возвращаешься, ты ее совершенствует и так далее. Она должна быть продумана. Если же тебе нужно, допустим, даже 3-4 опубликовать за год, тогда, типа, сойдет этап и пошли дальше. Сергей Евгеньевич, вы ходите в музеи, в театры, посещаете или кинотеатры? Да, это входит в мои привычки, это мне интересно. Что касается про театры, ну, в былые времена, еще не ковидные, мы же, ну, наверное, 2 раза в год ездили на премьеры в Японию, в Кип-Конисиму. Он там делает, конечно, вещи, ну, очень своеобразные. Перевод Чехова в стилистику театра «Дно». Это надо, это надо посмотреть. Ну и вот, да, конечно, вот в этом году, ну, получается, как-то не интересно. А так, да, мне это интересно. Что для вас в жизни значат деньги? Ну, как и для многих людей, их должно быть столько, чтобы о них не думать. Это форма, ну, простая. То есть, когда их чересчур больше становится, ты уже начинаешь думать, куда бы их как-то потратить. Ну, они тяготят в этом отношении. А сколько нужно, я даже, ну, в принципе, не хватает. Ну, своей профессорской зарплаты. Сергей Иванович, насколько меняется отношение ко времени с возрастом? К своему времени? К времени своей жизни? Ну, считается, основной труд Хайдегра – это бытие и время. И формула звучит так. Временность – есть нечто внешне приданное нам, но фундаментальный способ нашего существования. Вот. И то, как ты воспринимаешь вот это течение времени, прошлое, будущее – это, собственно говоря, это и есть главное вообще в человеке. Вот. Это очень точный вопрос. Восприятие времени, вот, у некоторых где, ну, странное. Значит, это почти психологический тест. И я бы его вот так сказал. Вот что для тебя более важно – прошлое или будущее? Вот. Для меня однозначно – будущее. Это означает, что вот то, что было, для меня в значительной степени, я даже об этом сожалею, но он утрачивает ценность. Вот было и было. Вот. А… И вот в этом мысли… Это уже все-таки не мечта, как вы задавали вопрос, а такое мечта вроде бы… Вот, например, когда ты думаешь, как об этом написать, вот. Вот это уже о будущем, потому что потом ты уже садишься и начинаешь писать. Ага. Спасибо, Сергей Тимович. Спасибо за внимание. Продолжение следует...